Остается меньше полугода до 9 мая, когда вся страна будет отмечать им десятилетие Великой Победы. Очередное совещание Координационного Совета по делам ветеранов посвящено этой теме. Начиная с совещания, заместитель главы администрации Наталья Лапшина отметила, что структуры, задействованные в подготовке, должны со всей ответственностью подходить к столь важной дате. Хочу вам доложить информацию, что постоянно работает Оргкомитет Российской Федерации, Оргкомитет по проведению мероприятий к 70-летию Победы, Оргкомитет с названием Победа. Его возглавляет президент Российской Федерации. Постоянно к нам приходят протоколы, и мы сверяем, что называется, часы. Какие-то поручения через республику приходят и к нам. И вот буквально на прошлой неделе этим Оргкомитетом Российским утверждена эмблема 70-летия Победы. Значит, вот она так выглядит. И прежде всего я обращаюсь к вам, а это и образовательные учреждения, и учреждения культуры. И с Юрием Владимировичем мы проговаривали по транспорту и по предпринимателям, по магазинам, торговым домам и так далее, с рекомендацией об использовании этой официальной эмблемы. В городе Гумертау проводится комплексная подготовка к 70-летию Победы. Так, к празднику в селе Старый Уралку планируется строительство новой стеллы. Также участники совещания заслушали информацию межведомственной группы по паспортизации воинских захоронений. Что касается плана культурно-массовых программ, работа начата задолго до юбилейной даты. С начала года проведены фестивали патриотической песни, конкурсы, концерты, тематические встречи. На сегодня готовится сценарий к празднику, разрабатывается план оформления торжества. О всей работе рассказала директор управления культуры Татьяна Лихачева. В отчете прозвучала информация об одном из ярких проектов, реализуемых в нашем городе. Это фронтовые бригады «Катюша». В апреле-майе 2014 года проведена большая работа по организации творческих фронтовых бригад «Катюша». Это совместный проект трех учреждений культуры. Дома культуры «Рассвет», централизованной любвиотечной системы и Кумертауцкого историко-краеведческого музея. Мобильная фронтовая бригада посетила учреждения и предприятия города, а также село Маячино с программой, посвященной важной странице в истории нашей Родины в Великой Отечественной войне. Мероприятия будут освещаться в средствах массовой информации. Ветеранов из года в год становится все меньше. На сегодня в нашем городе проживает 60 участников Великой Отечественной войны. И задача нынешнего поколения сделать все, чтобы ни один ветеран не остался без внимания. Об этом говорили в ходе совещания.